Открытый региональный турнир по кикбоксингу проводится в Югре в третий раз. Помериться силами на ринге вышли представители клубов из Сургута, соседнего района и Нижневартовска. Всего около 90 участников. Символично, что соревнования по одному из самых многонациональных видов спорта провели в преддверии Дня народного единства. Для нас это, для кикбоксеров, большая ответственность. Мы понимаем, насколько это важно, ценно в нашем мире, в нашем обществе. И я всем это постоянно говорю, тренерам и участникам, что мы все живем в одной большой, многонациональной, крепкой, дружной стране. И наши мероприятия приурочены именно к этому. И помимо того, что у нас спортивный интерес, я всегда стараюсь, чтобы команды дружили между собой. Дружба-дружба и поединок по расписанию. Участники бились в нескольких дисциплинах – фулл-контакт с лоу-киком и лайт-контакт. Впервые в истории соревнований прошли бои по командному лайту. Это когда три кикбоксера одной команды с помощью хуков, апперкотов, джебов и серии киков объясняют трем бойцам другой команды, кто главный в бою. Не сразу, одновременно, прям трое на трое. Они по одному, но в любой момент боец может поменяться с другим и уходит другой. То есть вот так вот они между собой меняются. Три человека в одной команде, три в другой. Система оценки поединка весьма проста. Победителем становится тот, кто за определенный промежуток времени нанесет большее число точных ударов противнику. Сколько их было у участника регионального турнира Гамзата Ибрагимова, сказать сложно. За плечами спортсмена десятки поединков и побед не только регионального, но и федерального значения. На этом ринге он выступал за команду Сургута «Крепость». Это, во-первых, азарт. Во-вторых, нежели вы, когда работаете индивидуально, вы полагаете столько на себя. А здесь уже идет командный дух, командная работа. То есть не вы уже в один ведете свою команду, а, естественно, уже несколько человек. Так же, как и в футболе получается. Но у нас контактный вид спорта. Мы не убегаем. Мы идем до конца, мы бьемся. Кубок в командном «Лайтконтакте» достался именно «Крепости». В общем зачете первое место занял Сургутский район. Региональный турнир продолжил серию состязаний по боевым видам спорта. До конца 2019-го в муниципалитете проведут еще четыре соревнования, в том числе и фестиваль боевых искусств. А также откроют Центр единоборств, посетить который обещал сам Хабиб Нурмагомедов. К нам обещал приехать на открытие нашего Центра единоборств Хабиб Нурмагомедов. Он обещал. В этом году мы, как и давали слово жителям района, достроим, ведем. В декабре месяце пригласим, посмотрит, может, приедет. Татьяна Расторгуева, Вячеслав Шаркунов, Сургут, Интерновости.